Всем здорова! Сегодня есть прекрасный повод записать видео по нашему сервису. Вышел новый клиент, абсолютно новый, с новой концепцией, который запускается по-новому. Сейчас я все это покажу. Для тех, кто не в курсе, заранее скажу, что это за клиент, что за сервис и так далее. Речь пойдет о нашем облачном сервисе playingcloud.ru Можете зайти на наш сайт, здесь все подробно написано, то есть инструкция, она есть здесь, можно нажать вот сюда, то есть вон нарисована картинка с Ведьмаком, подробнее нажимаем, и тут по пунктам вся инструкция подробно описана. Каждое действие, что нажимать, куда, куда, зачем и так далее. Список игр и так далее. Вкратце, в чем суть сервиса? Есть сервера, на которых уже предустановлены игры лицензионные, и у пользователя есть возможность арендовать один из серверов как компьютерном клубе и поиграть в любую игру, которую захочет. Сохранения для каждого пользователя хранятся в определенной папке, и каждый раз, когда вы заново подключаетесь к серверу, сохранения мы подгружаем обратно, и вы можете пройти целиком, скажем, ту же самую GTA 5, либо Ведьмака, либо какую-то другую игру. То есть полноценно можно пройти любую игру. И о сохранениях можно даже не беспокоиться, то есть здесь все описано, как все это делать, как подключаться к серверам, как арендовать, какие могут быть проблемы и так далее. Сегодня у нас речь пойдет о клиенте. Опять же, можно каким образом установить клиент? Найти на инструкцию, либо нажать на здесь, на инструкцию, либо вообще вниз опустить. Здесь, опять же, я продублировал много-много раз, чтобы вопросов не возникало. Потому что есть люди, которые при этом даже не могут найти. Мне нужно установить клиент. Установка и настройка. Нажимаем установка настройка. Вот здесь написано. Это у нас старая версия клиента, которая устанавливалась как приложение для Google Chrome. Теперь они выпустили полноценный клиент, который от браузера вообще не зависит. Соответственно, нажимаем скачать клиент. Сейчас я все покажу. Опять же, для Linux, для MyQS, также клиенты уже готовы. Я их протестировал. Я все покажу, как его установить и так далее. Ну, давайте, наверное, с Linux начну. Просто покажу, как это делать. Показывать буду в конечном итоге именно клиент для Windows. Потому что сейчас у меня Windows стоит. То есть вы можете зайти по этой ссылке. Ссылка на клиент. Она опять же есть внизу. Вот они. Я их продублировал. Они загрузили клиент на портал flathub.org. И здесь опять же все очень просто. Сначала нажимаем Setup Guide. Выбираем, скажем, Ubuntu. Если у вас Linux Mint, то же самое, что и Ubuntu. Выбираем свой клиент. И здесь написано, как установить сначала вот это приложение Flatpak. Все стандартно, все легко. Установили, обновили и так далее. То есть можно установить этот плагин. Так, вот это я не использовал. Это, в принципе, нам не нужно. Так, далее. Мы устанавливаем вот это приложение. Далее. Мы нажимаем Install. Опять же, здесь все написано, как это сделать. Установить. Вот она, команда Install. Название клиента. Изначально скачиваем клиент. Нажимаем Install. Вот он скачивается. Отмена. Это так, как для Linux. Я уже протестировал. Все работает. Теперь, как для Windows. Для Windows абсолютно элементарно. Если раньше нужно было что-то с браузером, расширение, копировать. Теперь все просто. Нажимаем Скачать клиент. Выбираем на страницу с клиентом. Выбираем версию в зависимости от разрядности вашей системы. У большинства стоит именно 64-разрядная система. Можете проверить настройки своего компьютера. 32-разрядные. Это уже древность. Мало кто использует, да и нет смысла никакого. Выбираем клиент. Обычный .exe файл. То есть ничего сложного нет. Просто нажимаем Online Setup. Можно даже не сохранять, сразу выполнить. Потому что он маленький, всего 35 мегабайт. Вот я вам прямо сейчас показываю, как его установить, как запустить. Все настолько элементарно, что просто слов нет. Легче уже просто невозможно. Нажимаем. Я соглашаюсь. Install. Да. Легче уже установился. Нажимаем Launch. Соответственно, можно запускать его через пуск. Можно создать ярлык. Это самая обычная программа. Вот она появилась. У меня этот ярлычок не нужен. А вы можете через него запускать либо через пуск. То есть это самая обычная программа. Launch. Все. Вот так теперь выглядит клиент. Можно зайти сразу в настройки. Нажимаем настройки. И я рекомендую убрать вот эту галочку Optimize Game Setting, потому что оптимизация в GeForce Experience она работает некорректно. То есть он просто тупо выставляет максимальные настройки. Это никакая не оптимизация. Эта хрень. Так. Далее. Я не рекомендую вам изменять настройки вот эти. То есть видео-декодер он сам определит. То есть вы выставляете себе настройки. Скажем, 1080p я хочу. 60fps, 30fps. Ну, как хотите. Чем больше, чем выше настройки, тем, соответственно, выше нагрузка на процессор. Поставлю 60fps. Пускай будет битрейт 18. Так. Опять же, видео-декодер. Здесь лучше, пускай все будет автоматически. Ну и здесь также лучше будет автоматически. Можно, разумеется, потестировать, но не рекомендую. Я тестировал на слабом ноутбуке. Когда я выставлял данный кодек, у меня начинались лаги. И это не из-за того, что на сервере что-то тормозит. Конкретно моя видеокарта тупо не тянет данный кодек. Поэтому оставляйте все как есть. Пускай по умолчанию все работает. Audio Configuration. Опять же, пускай аудио автоматически. Play Audio on Host PC. То есть, это PC. Это означает, чтобы звук проигрывался на стороне сервера. Это абсолютно бессмысленно. Потому что вам главное, чтобы музыка была у вас. То есть, когда вы играете, у вас в клиенте работал звук. А зачем он нужен на сервере? Нет никакого смысла дублировать туда и туда. Так, настройка Multiplay Controller Support. То есть, поддержка нескольких контроллеров и так далее. Возвращаемся назад. Выбираем Add Host. Теперь они так сделали. Можно спокойненько редактировать размер, как хотите. Можете так сделать. Вот так, как хотите. Сделали большие такие иконки. Шикарно выглядят. Так, нажимаем Add Host и нужно ввести IP-адрес. То есть, тот IP-адрес, который отправит вам администратор. Вам вспоминать его не нужно. Администратор сам отправляет вам IP-адрес, когда вы арендуете сервер. Но опять же, все в инструкции написано, мне нет смысла дублировать это по несколько раз. Так, сейчас мы, соответственно, будем подключаться к нашему серверу. Вводим IP-адрес. Окей. Добавили. Теперь нажимаем добавить сервер. Появляется код. Этот код мы диктуем администратору. То есть, вы называете и администратор его вводит. Опять же, я повторюсь, прежде чем там что-то вводить и так далее, прочитать инструкцию. Там написано, как арендовать. Там все элементарно. Здесь написано, что, пожалуйста, введите этот код на ваш сервер. Этот диалог закроется, когда произойдет соединение между вашим компьютером и сервером. То есть, вот смотрите, это изображение, это окно, оно активно. Хотя можно его закрыть, если вы запомнили код. Вот администратор сделал привязку, оно сразу исчезло. То есть, вы теперь понимаете, что все, привязка прошла, можно играть. Видите, здесь нарисован замочек, сервер недоступен. Здесь замочка нет, то есть, сервер доступен. Нажимаем сервер 2 и появляется список игр. Появился список игр и, соответственно, можно спокойно поиграть в любую игру, которая установлена на сервере. Мы предоставляем аккаунты, ничего покупать не нужно, спокойно зашли, спокойно прошли тот же самый Doom, GTA, все, что пожелаете. Еще одна новость, мы перенесли Overwatch на второй сервер. То есть, это я на сайте также отображу. Сервер номер 2, если хотите поиграть в Overwatch, заходите. Ну, пожалуй, в Overwatch я и сыграю. Опять же, если у вас есть предыдущая версия клиента, то есть, в дальнейшем она будет обновляться, всегда удаляйте старую версию и устанавливайте новую версию. Как запускается Overwatch? Обычно игры запускаются автоматически, то есть, вы выбрали, скажем, Counter-Strike либо Ведьмак, нажимаете ждете немного, игра запускается. Игры от Blizzard они так не запускаются. То есть, появляется окно с лаунчером, просто нужно нажать играть и все. То есть, ничего не нужно выдумывать, спокойно нажали играть, ничего сложного здесь нету. Просто нажимаем играть и играем. А обычно другие игры они запускаются автоматически. Нажали играть и просто ожидаете. потише сделаю, чтобы меня было лучше слышно. Так, так, громкость голосового чата, громкость микрофона. Пускай все пониже будет. Так, йо, педы. Что за педы? непонятно. Так, графика. Отключить. Так, 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 так. Мне нужно, во-первых, мне нужны не оконы, а полный экран. Так, сокращение поферизации. Понятия не имеют, что такое, пожалуй, включу. Данные быстродействия можно включить. Так, это нам не нужно. Отображать время не нужно. Настройка монитора, ультра настройки. Так, все включено. Применить. Все, настройки у нас применились. Давайте отыграем один матч. Повторюсь, сейчас я уже подключился к удаленному серверу и просто посмотрите на качество картинки. Оно просто бесподобное. Быстрая игра. Ну, вот, быструю игру и выберем. И, конечно, что от Blizzard не отнять, это то, как они делают игры. То есть, именно главное меню, насколько все офигенно, удобно и просто. Так, где мой любимый герой? Смотрите, я сейчас подключен к удаленному серверу. Вот я двигаю мышку. Такое ощущение, как будто вот прямо здесь и сейчас на моем компьютере установлена игра. Опять же, все зависит от качества интернет-соединения. Хотите, чтобы у вас все нормально работало, подключайте кабель от компьютера к роутеру. То есть, не по Wi-Fi сидите там, не по 3G и так далее, а подключайте и спокойно сидите. Так, 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 что тут у нас? Кем я играл до этого? Кем я тащил? Этим я не тащил. Так, ага, вот он. Вот, пожалуй, именно я отыграю. Просто идеально. И опять же, я уже повторюсь, это клиент мультиплатформенный, вы можете играть на Linux, играть в Overwatch на Linux, в GTA 5 на Linux, это же просто охренительно. с обалденной графикой. Так, как они классно все сделали. То есть, реально, картинка просто шикарная. Меню очень красиво выглядит. Ну, они умеют это делать, понятное дело. То есть, стилизация, все идеально. Так, где мой Чубакабрик? Оп, оп. А он, вроде как, по-другому выглядел, этот мужик. Или это не тот? А, блин, это, по-моему, не тот, не того я поставил. Я хотел мужика с лучником, с луком поставить, ну, пофигу. Хотя, смена героя. Нет, так это он и есть. Или у него, а, вот он, мой лучник. Так, поставили. Теперь ожидаем. Вот, собственно, игра загрузилась. Так, приготовьтесь атаковать. У нас 45 секунд. это такой. Так, зажимаем левый клик. Так, потренируем хэдшоты. Достойно, если я хэдшоты тренирую. Это облачный сервис, тренирую хэдшоты. Как, вообще, раньше мне даже представить нельзя было. Там вот такое мыло шло, жёсткое. То есть, не то, что мыло, а прям, во-первых, картинка была мыльная, а во-вторых, мышка как будто плавала. Вот так вот. То есть, вы продвигаете влево, и она поплыла. А сейчас идеально прям. Вот её. Хоп. 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 Так, ну что, побежали. У нас есть скиллы. Левый шифт. Е. Ну и ульта. Левый шифт, это у нас. Ага. Это улучшенные. Улучшенные стрелы. Прям как жёстко они подставились. Мы же их всё загасить можем. Или нас могут загасить. Стой, Вася. Это я сделал фраг. Я её снял с ништяк, подхилил. Так, наша задача сейчас в чём состоит. Атакуйте. Они дефают, мы атакуем. Ну, я так вот пробегу. 56% это заряжается моя ульта. Что-то орут там в микрофон. Так, бежим, бежим, бежим. О, машинку надо тасить. Что-то нас жёстко гасит со спины, что я не пойму. Уже вот так вот будут стоять, как с пулемёта. Пускай они меня прикрывают. Мы будем потихонечку расстреливать. Всё, ништяк атакуем дальше. Кто это меня гасит? 90 жизней. Кто-то лупит по мне. Всё, мы разрушили. Продвигаемся дальше. Сопровождайте. Теперь они, соответственно, будут нас атаковать. Мы переходим в оборону. Так, ага, вот они. Наши противники. О, есть ульта. Отлично. Что происходит? Так, продвигаемся, продвигаемся. Пожалуй, самое время использовать ульту. На, фраг. Всё, снёс. А второй, вроде как, убежал. С двух сторон щемёт. Сзади меня щемёт. на, получай. Они с двух сторон пытаются зажать. чё там было сверху, что ли, налупил. Окей. Так. Возрождение через четыре секунды. Что хорошо, здесь всё очень быстро. Зашли, быстренько, подохли, быстренько появились. игра продолжается. Игра продолжается. Так. Так. Ты меня щас снимут. На, получай. Надо его как-то поджать с этой стороны. Блин, здесь уже машина, что ли, меня гасит. Так. На, получай. У него совсем мало жизней. Так. Надо какого-нибудь другого поставить. Так. Оп. Поставить. Вот этого маньяка поставлю. Так. Левый shift, по-моему, блинг делает. Так. Попробуем. Попробуй обойти со спины. Так. Левый shift, лифт, постой. Сейчас как-то не очень хорошо я блинганулся. Я посмотрю, что там творится. Так. Я зашел сверху. Я думаю, что здесь меня точно не ожидают увидеть. А, все-таки ожидают. Это что было такое? Это дрон или это герой? А, это герой. Но я прям жестко перед ним встал. Где они дерутся, я не пойму. Ага, вот он. Его убить же можно. Все, надо быстренько догнать. Я его покосло хорошо прям. Вот здесь аккуратно. Может опять вылезти. Ой, идеально я встал. Все, меня запалили. Так, аккуратно. Отлично. Все, меня впалили все-таки. Покрыть не получилось. Все, мы выиграли. И теперь игра закончена. Похвалить игроков. Надо похвалить игроков. Что-то как-то долго здесь. Все, я уже похвалил всех, кого можно. Ну, это типа лучший момент, хайлайт. Объединиться, покинуть матч. Да. Ну, и соответственно, чтобы выйти из игры, все стандартно. Нажимаем выйти из игры. Допустим, вы там хотите изменить настройки, либо там что-то, какая-то у вас возникла проблема с игрой. Зажимаем Ctrl-Alt-Shift-Q. Вот мы попали в клиент. Попали в клиент, и мы видим, и мы видим, что здесь нарисован значок. Ну, как бы мы играли в Overwatch, и здесь стрелочка типа Play запустить. Вы можете, скажем, изменить немножко настройки. Например, я хочу поставить там 60 FPS, но там битрейт 11, допустим. Все, я выставил настройки, нажимаю Play, и я возвращаюсь в игру. То есть сейчас у меня игра обратно подгрузится, не заново будет запускаться, а я вернусь именно в тот момент, где я продолжал. То есть вы спокойно можете таким образом скорректировать. То есть качество картинки немного понизилось, потому что я понизил битрейт, но потому что я реально понизил сильно битрейт, качество картинки по-прежнему шикарное. Теперь, допустим, я хочу выйти из игры. Но опять же, мы нажимаем выйти из игры. Если, скажем, там что-то подвисло, там, ну, хотите закрыть, там, не знаю, вот так вот, скажем, мы вышли и хотите закрыть по-другому как-то. То есть вылетели, не знаю, там, по какой-то ситуации у меня такого не возникало просто. Мне сложно об этом говорить, но я потому что по-нормальному жму всегда выход из игры, спокойно выхожу. Допустим, вы там что-то не так нажали, хотите закрыть эту игру, поиграть, скажем, в Doom или Quantum Break. Здесь оно просто суперэлементарное. Вот у нас отображается игра. Левым кликом продолжить игру, ну, логично, если в голове что-то есть, правым кликом нажимаем Resume Game, Cute Game. Все. Вы уверены, что хотите выйти из Overwatch'а? Весь несохраненный прогресс будет потерян, разумеется. Все. И дальше я спокойно могу играть в другие игры. То есть я поиграл в Overwatch. Давайте проверим Counter-Strike. Потому что я не могу не проверить Counter-Strike, потому что вот этот новый клиент, такое ощущение, как будто, опять же, разработчики доработали, задержка стала еще ниже. То есть очень комфортно стало играть. А идеальное место, где проверить чувствительность мыши, это, разумеется, какого фига Dark Souls загрузилась. Я, походу, промахнулся. Я, видимо, промахнулся и нажал нечаянно не туда. Cute Game. Yes. Я хотел, конечно же, Counter-Strike. Просто и там, и там коричневые. Похожи друг на друга. Вот, смотрите, как запускается игра. То есть я вот нажал запуск игры. Но сейчас какой-то косяк произошел, потому что, видимо, из той игры еще не успел выйти, а уже запускается Contra. Ну, сейчас она загрузится, все нормально. Просто ждем. Как я говорил, то есть единственная игра, где нужно нажать играть, это Overwatch. То есть нажимаем играть, свернули лаунчер и все. А здесь мы просто нажимаем играть и ждем. Пока ждем, ничего щелкает не нужно, нажимать не нужно. И там на рабочем столе, кстати, было написано основные правила, то есть нельзя заходить в Steam и не надо ничего щелкает. здесь, в принципе, особых-то и правил нет. Все, Counter-Strike грузится. Так. Все. Я поставил звук потише, чтобы не было нормально слышно изображение монитор, а весь экран автоматически. Пускай будет автоматически. Так, надо сыгрануть. Сыгрануть. Тренировка с ботами. Ну, получится, чтобы надолго не затягивать. Соревновательный, обычный. Начать. Скорее бы, они уже игру на Source 2 перевели. Может быть, графика станет получше. Может, какие-то фишки появятся новые. Обещали этим летом сделать. Ну, вот сейчас попробуем в Contra поиграть. Ну, Contra это бессмертная классика. Как была интересная, так она и остается. То есть, как минимум, полмиллиона играет ежесекундно. В случае гибели у вас выпадает наиболее дорогое оружие. Раньше же было то оружие, которое, соответственно, то оружие, которое настояло. Скажем, пистолет, раньше выпадал пистолет. Так, пистолет. Уже сто лет не играл в Contra. Ну, басы, видимо, управление изменили. Нормальные чуваки играют так. Так, таблица, звук, настройки. Так, клавиатура, мышь, приседания. Сейчас, настрой клавиатуры. Присесть. Пробел. Прыжок. Колесо вверх. Все, у них там война идет вовсю. Не знаю, можно ли сейчас здесь прыгать. Раньше можно было. Вот он, облачный сервис. Блин, что-то я перехвалил себя. Но я зря встал. Шикарно. Надо еще один раз сыграть, уже сто лет в Contra не играл. Так, где мой калашик? Так, так, так. Так. Я не знаю, я не знаю Блин, да я батя Сто лет не играл, но руки-то помнят Так, надо Надо, надо, надо Так, винтовочку пожёстче купить Я его видел, сиди там Ну давай, высусь Посмотрите, это обычный сервер То есть я играю не на своём компьютере Я играю на удалённом сервере Есть нормальный интернет Никакой не 3G там и так далее Если задержка до сервера до нашего Минимальная, то идеально всё будет А вот Надо ещё одну игру тут играть Блин, контракт всё ещё Цепляет Снаряжение, броня Пистолет Сейчас я им покажу Пропусти батю Всё, это на хайлайт Можно использовать Так, ну теперь Попробуйте ещё что-нибудь Какое-нибудь другое оружие А то что-то для них Это сложновато Так Снаряжение Бинтовка Граната Так, так Не за ним Никто не пошёл Так, сейчас Дробыка Раздам Поближе Изи Так, нажимаем Cute И соответственно Здесь выйти из игры Выйти И сейчас мы должны вернуться в клиент Собственно, вот всё Всё показал Всё рассказал Если возникают вопросы Заходите на наш сайт Там прописаны инструкции Также у нас есть группа ВКонтакте Так, так Так Вот когда заходите Playing Cloud Наш паблик ВК Нажимаете наш паблик ВК И соответственно Можете Заходить Вот я здесь Писал про этот клиент В обсуждение И Соответственно Задавать вопросы Там Комментировать Смотреть видео И так далее Всё Всем спасибо за просмотр Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok